Криптовалютный рынок В 24 часа видно, что цена Dogecoin продолжает расти. Очень скоро мы проанализируем и Dogecoin. Сейчас пора анализировать Ethereum, потому что вчера я анализировал Bitcoin. По вторникам мы анализируем Ethereum. Так что продолжаем графику Ethereum, чтобы посмотреть, есть ли тренд разворачивается и вообще в каком направлении развивается рынок на фоне вот этой коррекции. И мы сейчас проанализируем на всех ключевых таймфреймах, применяя технический и графический анализ и свечной анализ, что практически у нас есть. Текущая цена 2135 долларов 16 центов. Но я могу сказать, что если посмотреть сразу простым глазом на график, он идет вверх. Зигзагом и впадины повышаются, и вершины повышаются. То есть тренд остается бычим. Но давайте мы это посмотрим и на графиках. Итак, мы всегда начинаем с мешанного таймфрейма, но до этого я всегда убирал лишние элементы с графика, чтобы практически график был чище. И соответственно начинаем. Что у нас сейчас есть на мешанном таймфрейме? Череда из бычих свечей, у которых минимумы повышаются, также и максимумы. То есть это бычий сигнал, без сомнений. Однако, вот эта свеча, которая сейчас рисуется, на данный момент она немножко напоминает падающую звезду. То есть это потенциально разворотная свеча. Такая же потенциально разворотная свеча зафиксировалась и два месяца назад в феврале. Сейчас я хочу сказать, что потенциально разворотная свеча, это значит, что если она уже зафиксируется в конце месяца, вот эта падающая звезда, и после этого нарисуется медвежья свеча, у которой практически впадина будет или минимум ниже предыдущей, максимум ниже предыдущего, то тогда подтвердится этот потенциально разворотный сигнал. На данный момент мы пока еще далеко от этой ситуации. Почему? Во-первых, эта свеча пока еще не зафиксировалась. То есть мы не знаем, как она будет выглядеть в конце месяца. Она может поменяться в том или ином направлении. Следим за графиком. Плюс, если как ранее, например, здесь в феврале зафиксировалась падающая звезда, но в марте она практически не подтвердилась, потому что сразу цена начала идти вверх, то есть не было медвежьей свечи, которая подтвердила это потенциально разворотный сигнал. И этого также нет здесь. Так что пока еще рано говорить, что это разворотная свеча. Единственное, что я хочу сказать, то есть на 100% разворотная свеча, что я хочу сказать. Мы это и ранее обсуждали, видели, обсуждали, говорили, анализировали вот все время вот здесь. По пути к росту очень часто формировались такие резкие падения, которые периодически рисовали длинные верхние тени, как у этой свечи. Все это мы обсуждали и говорили. Это говорит о том, что хотя тренд остается бычим, быки сталкиваются периодически с мощным сопротивлением, медведи практически давят периодически на цену, и они практически подталкивают периодически цену вниз. И мы должны к этому быть готовы. Вот такой волатильности, которая практически периодически будет давить на цену. Вот и все на месячном таймфрейме. Weekly. Что у нас на Weekly? Рост, медвежье поглощение, которое не подтвердилось. Вот еще один такой пример мы, который обсуждали неоднократно. Медвежий сигнал, который не подтвердился, потому что сразу после этого начался рост, и не было необходимых медвежьих свечей, которые подтвердили вот этот потенциальный разворот. Здесь была консолидация, график вышел из консолидации, сформировались вот эти бычьи свечи, хотя и маленькие, у которых минимумы повышаются и максимумы. Однако, я хотя вижу эти свечи, что идут вверх, хочу здесь показать, что у предыдущей свечи практически большая верхняя тень, большая нижняя тень и маленькое тело в середине ценового разброса. Это говорит о том, что здесь практически наступает некая или наступила некая консолидация, то есть это дочь с длинными ногами, long leg dodge. Поэтому здесь есть вероятность того, что график пойдет вбок, будет некая волатильность, но это такой более реалистичный сценарий, который я рассматриваю на данный момент, что цена может пойти вбок на фоне вот этого практически long leg dodge или dodge с длинными ногами. Это weekly. Переходим к дневному таймфрейму. На самом деле на дневном таймфрейме самая интересная часть текущего анализа, потому что все предыдущие таймфреймы, они такие нейтральные, они сохраняют примерно то же, то, что было ранее, сейчас здесь становится интереснее. Рисуем, как всегда, линию тренда. Делаем параллельную. Вот он практически восходящий канал, uptrend или растущий тренд, или бычий тренд и так далее. Мы все это видели. В этом растущем тренде периодически есть движение вверх-вниз, но даже при этой коррекции, которая сейчас наступает или идет, график находится в пределах восходящего движения, то есть в пределах восходящего канала, то есть здесь ничего такого плохого нет. Я хочу сразу сказать, простым глазом видно, что и вершины идут вверх, и впадины идут вверх, ключевые. Конечно, здесь было одно исключение, где практически вершинка не смогла обновить предыдущие. Мы это видели, но это была консолидация в виде симметричного треугольника. То есть этот треугольник мы видели. Здесь эта впадина не смогла подняться в еще предыдущие, но здесь нарисовался треугольник. Мы его обсуждали несколько раз. Выход – это классическая фигура продолжения тренда. Выход вверх, возобновление восходящего движения. Итак, тренд остается растущим. Что сейчас практически хочу сказать. Если перейти на четырехчасовой таймфрейм, то же самое здесь хорошо можно увидеть эти треугольники, эти движения вверх. Так что четырехчасовой и дневной таймфрейм на данный момент они очень схожи согласно графическому анализу, имея те же самые фигуры. То есть без каких-либо различий существенных. Итак, что хочу сказать. Как я сейчас буду действовать во время вот этого восходящего канала. По сути, если цена упадет и получит поддержку на линии тренда, здесь можно ожидать, что произойдет отскок. Если произойдет отскок, я буду ждать, чтобы зайти в рынок, как буду рассматривать на более коротких таймфреймах, что там происходит и найти точку входа. Также хочу сейчас отметить, что я добавлю две ключевые скользящие средние. Вы очень хорошо знаете, что я всегда добавляю вот эти две скользящие средние. 30-дневная, то есть месячная на данном таймфрейме, на дневном таймфрейме, месячная. И, конечно, 90-дневная или на данном таймфрейме это трехмесячная скользящая средняя. Вот они практически эти ключевые скользящие средние. Что у нас сейчас есть? Месячная и не синяя, а не не 30-дневная, она внутри канала. График сейчас практически упал до этой скользящей средней и якобы получает поддержку. Может быть. Периодически хочу показать, что график внутри вот этого восходящего канала проходил через эту линию, потом в качестве магнита цена снова подтягивалась к ней. То есть в целом в качестве магнита 30-дневная скользящая средняя часто срабатывала, поэтому мне кажется, что даже если здесь график упадет, потом он вернется к этой линии. Однако, график на данный момент пока еще никак не смог пробить линию тренда и упасть ниже трехмесячной скользящей средней. Поэтому, если здесь сейчас на поле этой коррекции график пойдет вниз, дойдет до нижней части канала, где практически находится и ключевая трехмесячная скользящая средняя, которая на данный момент не была ни один раз пробита во время вот этого роста, во время вот этого восходящего канала. Я буду ждать в такой ситуации, чтобы график отскочил и чтобы я подключился на возобновление тренда. Почему буду ждать, чтобы график отскочил? Потому что представьте себе, что это будет первое исключение. График пройдет вниз, пойдет вниз, он сделает прорыв трехмесячной скользящей средней, пойдет еще вниз, то тогда не буду торопиться. Я хочу убедиться, что эти технические или графические фигуры, индикаторы, они поддержат цену. И если они ее поддержат, то тогда будет отскок, возобновление роста внутри канала, и вот тогда практически я захожу. Итак, друзья, у меня на этом все. Спасибо за ваши просмотры. Конечно, я вам всем желаю отличного дня, удачи на финансовых рынках, здоровья на первом месте и до следующего обзора. С вами, как всегда, в это время был AdCryptSpa. Продолжение следует...